здравствуйте дорогие друзья с вами наталья канал садовой фантазии продолжаю обрезку своем саду и сегодня на повестке дня у меня мин джулип вот такой вот он монстрик очень многие спрашивают каких же размеров он может достичь он диаметром может достичь до 2 3 метров и при этом высоту может иметь до полутора метров ну и как здесь видно посадочное место совершенно мне не рассчитано на него я не знала что он такой будет монстр поэтому придется его сейчас пострич посмотрим что получится и вот что в итоге получилось не зря я сегодня пришла сделать обрезку этого можжевельника конечно обрезала я очень покажу смотрите целая тачка веток самая большая неприятность меня ждала в центре куста потому что там оказалось что уже достаточно давно вот здесь залезть там вот трещина это большая ветка не знаю почему она треснула может быть подтяжки снега или еще чего-то и кто-то сюда влез кому не надо было мне пришлось в общем полностью ее срезать трещина осталась надеюсь что середина потихоньку зарастет а если бы я ее не нашла не знаю что в итоге получилось так что все что не делается все к лучшему но в итоге сейчас середина пустая таким вот он костром получился но он быстро растет поэтому в принципе я думаю что за этот сезон уже к середину лета все будет заросшее но расстроилась я до неприятность но сейчас немножко свейгелы поработаю здесь очень важно сохранить его максимальную длину побегов знаете да что и дело цветет на побегах прошлого года поэтому вот эти все кончики подсохшие сухие кончики их надо убрать и максимально оставить длину здесь уже в принципе есть что прорядить сейчас я ее сделала посветлее вот такая теперь чистенько стоит вегела брала все сухие побеги они больше на кончиках были убрала все тонкие побеги все что там внутри куста мешалось так что мы готовы к цветения тоже веток в общем-то срезала прилично смотрите это все свейгела это все кстати пойдет в измельчитель о измельчитель отличный уже сегодня целый день муж мне столько наделал мульчи из сухих веток в общем в общем я очень довольна и покупками и обрезками день прошел не зря работаем дальше так друзья наконец-то я добралась до обработок сегодня у меня на повестке дня обработка бордосской смесью трехпроцентной сейчас покажу вам как работает эта штука наконец у нас установилась хорошая погода теплая и ручек совсем небольшой поэтому я стою вот спас с подветренной стороны и смотрите конечно обрабатывать ну просто прелесть разница огромная и все это аккумуляторный опрыскиватель так работает ну все я побежала всем удачи ну что ж друзья я продолжаю заниматься весенними работами в саду каждый день потихонечку какой-то определенный фронт работ делаю возвращаясь к вчерашнему опрыскиванию сада бордосской смесью от болезней хочу сказать что обычно на обработку плодового сада у меня деревья плодовые кустарники мне по времени уходило где-то час и даже больше вчера с помощью аккумуляторного опрыскивателя я свой сад обработала буквально за 15 минут честное слово даже самой себе вот как-то даже не поверилась при пришла домой оказалось что всего-навсего я затратила всего 15 минут вот так с помощью аккумуляторного опрыскивателя можно сократить время работ в саду но сегодня я бы хотела еще раз вернуться к хвойным вы знаете что я там уже и обрезкой позанималась и в том числе обрезала можжевельники ту и свои я не обрезаю но ту и свои я чищу то есть вычищаю все что находится буревшая хвоя середине около ствола честно признаюсь я уже полазила все убрала и в этом году я очень спешила почистить ту и потому что в прошлом году например я не успела их почистить прилетели птицы и у нас в туях практически в каждой ту и были гнезда конечно я их не чистила осенью я тоже кажется не успела поэтому все работы оставила на весну ну вот видите осталось немножечко уборевший хвой она просто вот застряла между веток все вот эти вот коричневые все коричневые хвоинки я убираю если сейчас заглянуть еще в одну тую то видно что все они все они вычищены это что там вот немножечко осталось коричневый хвой она просто застряла заодно убираю старые гнезда все 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 прочищаю убираю и что же я дальше делаю с хвойными а дальше обязательно весной я занимаюсь подкормкой в хвойных растений и обработкой но это в случае если там еще птицы не свели гнезда обработкой фунгицидами но надеюсь что в этом году я успею все сделать обработкой фунгицидами займусь буквально в ближайшее время и вы знаете что я периодически учусь заканчиваю какие-то курсы посещаю какие-то лекции в принципе чаще всего я бываю на вебинарах которые проводятся онлайн сделать это для меня совсем совсем просто потому что все это происходит не выходя из дома и вот за последнее время я открыла для себя такой препарат который называется обига пик вот именно его современные садоводы профессиональные работники садоводство рекомендуют использовать для обработки хвойных растений в частности туру я себе уже приобрела бегу пик вот так она выглядит и как видите написано универсальное средство от грибных и бактериальных болезней там действие действующее вещество хлорокисмеди это как в хоме например но вот именно для хвойных все-таки больше рекомендуют обигу пик потому что она не оставляет вот этого налета который оставляет в частности хом ну и в кадре сейчас акварин для хвойных прошлом году я открыла для себя вот это удобрение это водорастворимое удобрение оно существует не только для хвойных есть и для плодовых и для роз по моему есть акварин чем удобно легко растворяется в воде легко усваивается растениями в том числе и хвойными обычно хвойные я подкармливаю один раз за сезон и происходит это в мае но в этом году вот у нас такая была аномальная зима и весна в общем-то не совсем типичная идет поэтому возможно свои хвойные я подкормлю в этом сезоне несколько раньше чем в мае если будет стоять прям такая вот очень теплая погода ну что ж друзья еще на повестке дня у меня подготовка нового посадочного места следите за моими новыми роликами сами понимаете это большой труд как только вскопаю как только посажу туда растения обязательно покажу вам результат все 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 что у меня получилось но сегодня на этом я заканчиваю всем удачи всем пока